Здравствуйте, дорогие друзья! Всем много-много здоровья физического и духовного. Итак, мы с вами продолжаем готовиться к празднику Песах. На этой неделе начинается месяц Ниссан, первый месяц еврейского календаря, про который сказано в Талмуде, что есть два мнения. Первое мнение гласит, что в этот месяц Всевышний решил создать мир. Второе мнение гласит, что Всевышний прямо создал мир в месяц Ниссан. В любом случае, по всем мнениям, это месяц обновления, месяц, когда идет полная перезагрузка мира, и дай нам Бог эту возможность обновиться, не потерять, и чтобы мы правильно себя вели в этот месяц. Итак, праздник Песах, он у нас 15 числа месяца Ниссан, и у него есть четыре названия. Праздник Песах, праздник Мацы, праздник нашей свободы и праздник весны, весенний праздник, потому что Всевышний сделал это великое чудо в благоприятный для выхода месяц Ниссан, весенний месяц, чтобы нам было приятно выходить, ни холодно, ни жарко. Давайте обсудим, почему Тора называет Песах Хага Мацот. Везде в Торе вы увидите, написано в письменной Торе, в тексте написано праздник Мацы, но мы же в нашем лексиконе, и мудрецы в Талмуде постоянно называем его Хага Песах, праздник Песах. Почему Тора называют Мацот, а мы называем Песах, это очень странно. Обычно есть одно название, которое употребляется в нашем лексиконе, в лексиконе мудрецов, и то же самое название написано в письменной Торе. А в Песах почему-то есть два названия, Хага Мацот и Хага Песах. Почему это так? Отвечает к душат Левии очень важный для нас ответ, что Всевышний называет в Торе, в письменной Торе Хага Мацот, праздник Мацы, потому что он хочет радоваться, и он радуется от того, что евреи, когда им сказали выходить из Египта, они так быстро выходили, что и хлеб не успел нормально стать хлебом, а он стал только Мацой, у них не было времени выпечь нормальный стандартный хлеб, и они успели сделать только вот такую вот лепешечку Мацу. И Всевышний, как бы восхищаясь еврейским народом, своими сыновьями, что вы такие молодцы, что послушали меня и вышли из Египта быстро, мгновенно, он говорит в Торе, праздник Мацы, что мы кушаем Мацу в память о том, что мы так быстро выходили, и Всевышний каждый раз радуется, вспоминает это поведение еврейского народа, и поэтому он называет этот праздник праздник Мацы. Но мы, в свою очередь, называем этот праздник праздник Песах. А что за название праздник Песах? Что Всевышний перескочил дома евреев, когда он делал казнь первенцев. В Египте погибли все первенцы, все старшие сыновья, очень, к сожалению, много грешных детей погибло, но Всевышний перескочил дома праведников, дома еврейских праведников в Египте, и поэтому мы, вспоминая об этом чуде, говорим Всевышний, спасибо тебе, что ты перескочил наши дома, и мы говорим Хага Песах, мы хотим каждый раз вспомнить это великое чудо и сказать спасибо Всевышнему. Поэтому в Песах получился вот такой вот феномен, что Всевышний называет его одним названием праздник Мацы, радуясь нашему поведению, а мы, в свою очередь, называем его Хага Песах, радуясь чуду, которое сделает для нас Всевышний. Также хочу обратить ваше внимание, почему именно в Песах мы желаем друг другу Кашерного Песаха. Да, очень много законов, связанных с Кашрутом, но в Рошана тоже есть законы, в Суккоте свои законы Кашрута. Почему в Песах всегда мы говорим Хаг Песах Кашер? Почему именно в Песах? Здесь очень интересно. Если мы обратим внимание, что такое Песах Кашер, Песах Кашер это буквы всех еврейских праздников, Пей это Песах, Песах Самых это Суккот, Песах Хет это Ханука, Кашер это Кипур, Кипур Шавуот и Роша Шана. Все праздники заключены в эту фразу Песах Кашер, это заглавные буквы всех наших еврейских праздников. И мы в первый праздник года, а Песах это первый праздник года, Ниссан это первый месяц, мы хотим упомянуть Песах Кашер все наши праздники, потому что сейчас открылся новый сезон праздников, новый год, и мы упоминаем Песах Кашер, здесь есть намек на все еврейские праздники. Спасибо вам огромное за внимание, много-много всем здоровья, дай Бог, чтобы Всевышний уже излечил наш мир, и дал нам физическое здоровье и духовное, и Песах Кашер всем нам!